Кафедра лучевой диагностики. Консультативное заключение по МРТ пациента 25 лет. Даты исследований 7 октября 2019 года и 13 ноября 2019 года. При МРТ головного мозга в аксиальных, корональной и сагитальной проекции получены изображения структуры мозга с разными типами ВИ. Найдены единичные очаги до 6 мм в лобных и теменных долях, не укладывающие в критерии Макдональда. Контрастирование не отмечается. Желудочковая система сформирована правильно, гидроцефалии нет. Субархноидальные ликварные пространства по квинвеситальной поверхности больших полушарий не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются отчетливо, не деформированы. Срединные структуры не смещены. Гипофиз. Высота 3,5 мм, диафрагма седла вогнутая, структура обычная. Патология моста мозжечковых углов не выявлена. Стволовые структуры не изменены. Патология орбит не определяется. Ствол мозга. Хиазмально-селярная область без МР-признаков патологических изменений. Миндаль на мозжечка расположен на уровне большого затылочного отверстия. В проекции моста мозжечкового угла корешки восьми пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон. Симметричны не у толщины. Архитектоника мозга не нарушена. Придачные пазухи носа свободны. Аневризм, мальформация участков стенозов не найдено. Гипоплазии левого поперечного и сигмовидного синусов. Таким образом выявлены единичные мелкие очаги глиоза, мигренозные очаги. Заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор Холин А.В. Вопрос пациента. У меня вопрос по исследованию. Я правильно понимаю, очагов было найдено больше, чем в предыдущих заключениях, и они большего размера? Ответ врача-рентгенолога. На самом деле, это не имеет никакого значения, так как эти очаги – следствие замещения вещества мозга глиозной тканью по причине нарушения питания в артериолах. Никакого клинического значения небольшое их число и столь мелкий размер не имеют. Клинически это можно рассматривать как дистеркуляторную энцефалопатию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok